У нас сегодня вот такая погода. Первый день за целую неделю. Ясно, солнечно, тепло. Раньше было тоже тепло, но шел дождь. Пять или шесть дней, проливной дождь. Сейчас уже дождь закончился. И было угрюмо с дождем. А сейчас светло, и мы решили прогуляться в лес подальше. Друзья, всем привет. Пошли гулять. Я хочу с вами поговорить немножко. Рассказать вам, как у меня дела. Я вижу, что видео, которые я записывала по поводу диеты, питания, они набирают больше просмотров, чем остальные видео. Я вижу, что эта тема интересна для многих. За последний месяц ко мне на канал подписалось около 500 человек. Это достаточное количество людей. Поэтому я в двух словах, вот просто очень коротенько расскажу вам о том, что со мной случилось. Когда началась война, у меня очень повысился сахар. Когда у меня появилось время сдать анализы, я сдала анализ на гликированный сахар, и он у меня 9. То есть когда-то сахар у меня повышается больше 9, когда-то меньше 9. Но это нехороший показатель. Я решила сесть на диету, изменить свое питание. Значит, что я сделала? Я исключила абсолютно сладкое. Из сладкого я оставила только один квадратик шоколада черного. Это шоколад брюд, 85% какао в нем. Значит, один квадратик я пью с кофе. Потом я совершенно убрала фрукты. Я не ем никаких сладких фруктов, апельсины, мандарины. Это все я исключила, потому что у меня были нежелательные последствия сладких фруктов. У меня раздувало живот, усилилось газообразование, поэтому я от них вынуждена была отказаться. И я не ем овощи, которые повышают сахар. Например, морковь. Ну, скажем так, я вообще не ем овощей. Но если я ем овощи или ем какие-то фрукты, то я употребляю эспумизан. Значит, когда я сняла видео об эспумизане, об этом средстве для уменьшения газообразования, я получила много комментариев. Значит, среди этих комментариев были такие, когда люди мне писали, что это ненатуральное средство, и употреблять его нежелательно. Так вот, я вам скажу, что эспумизан – это натуральный препарат. Значит, в его основе окись кремния. Кремний – это минерал, который встречается в природе. А вещество, которое входит в состав эспумизана на основе окиси кремния, называется семитикон. Так вот, семитикон можно применять длительно. Его нужно пить в зависимости от дозы. Я пью эспумизан по 2 таблеточки, но не каждый день и не каждый прием пищи. А только тогда, когда я употребляю овощи или фрукты, и я знаю, что у меня будет сдувать живот. Поэтому именно в этот прием пищи я приму эспумизан. Я не принимаю его на постоянной основе, потому что я постоянно не ем овощей и фруктов. Если у вас есть какие-то сведения, да, в комментариях мне написала одна женщина, что вот эспумизан, он из нефти. Еще кто-то что-то писал. Если у вас есть какие-то конкретные сведения, вы можете нам помочь своей информацией, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы с удовольствием почитаем и сделаем для себя какие-то выводы. Смотрите, уже пришла в лес, да, чтобы никто не мешал все равно. То на велосипеде, то на мопеде. Кто-то куда-нибудь будет ехать, то на мотоцикле. Так вот, дальше продолжаю. Я просидела на диете такой месяц. И мне многие люди написали в комментариях, Наташа, вы так похудели, вы так посвежели. На самом деле, мой внешний вид в видео зависит напрямую только от одного фактора. Не так, как я выгляжу, а так, как падает свет. Вот смотрите, сейчас, как бы я ни крутила камеру, все равно свет падает непосредственно мне на лицо. И все, все морщины будут видны. Вот, так что мой вид никак не изменился за прошедший месяц. А не похудела я ровно ни на один грамм. Значит, при росте метр шестьдесят девять я вешу семьдесят девять килограммов. Когда началась война, я сразу сбросила пять килограммов за первые два месяца. Но это не помешало моему сахару взлететь. До этого, до войны, у меня гликированный сахар был где-то шесть. Вот так вот. А вот после того, как началась война, я перенервничала. И сахар поднялся. Я сделала анализ, получилось девять. Так вот, у меня нет такого избыточного веса, который бы заставлял меня принять какие-то меры. Во-первых, когда я худею, сразу начинает кожа висеть. Это нежелательно для меня. Потом, для своего возраста я вешу нормально. Ну, может быть, и стоило бы сбросить какие-то килограммы. Но это не моя цель. Не моя цель похудеть. Моя цель сбросить сахар. Вы сейчас скажете, что это просто прямо пропорционально. Да, это пропорционально, если человек весит много. Например, женщина весит 120 килограммов, похудела до 90. Упадет ли у нее сахар? Конечно, он упадет. Она же три ведра с себя сбросила лишнего веса. Ну, сброшу я с себя пять килограммов. Вот я сбросила, когда началась война. А что изменилось? Сахар еще больше поднялся. Поэтому небольшая разница в весе, она не повлияет на сахар. Во всяком случае, на меня это точно не влияет. Значит, что изменилось? Упал ли у меня сахар? Я думаю, что существенных изменений в моем организме пока не произошло. Вот за целый месяц я не почувствовала таких изменений, которые бы мне сказали, что вот сахар упал из-за диеты. Я не ем совершенно белой муки. Я не ем абсолютно сахара. Ничего сладкого и сладких фруктов и овощей. Ну и что изменилось? То есть я не хочу вас расхолаживать. Я не хочу вам говорить, что не садитесь на диету. Это неэффективно. Эффект обязательно будет. Он просто будет не сегодня. И месяц вот такой вот строгой диеты, он не дает такого результата, на который многие рассчитывают. Диабет это не просто болезнь. Для того, чтобы он, во-первых, не лечится, это состояние, в которое приведен организм уже за предыдущие годы жизни, скажем так. Уже все, что можно было испортить в своем организме, я испортила. Хотя я вела здоровый образ жизни. Я не курю, я не пью. Я ложусь вовремя спать. И еще хочу вам сказать, у меня есть еще одно положительное действие. Я никогда не ем на ночь. У меня нет такого, чтобы я ночью встала, пошла к холодильнику и поела. Бывает такое, что я не могу заснуть до двух часов ночи, да? Но при этом я не иду к холодильнику, мне не хочется кушать. Я никогда не ела вечером, ни в молодости, ни сейчас, никогда кормила детей. Я не вставала и не ходила к холодильнику. Сейчас как мы ужинаем? Мы последний раз ужинаем с пяти до шести вечера. И завтракаем мы где-то с девяти до десяти. То есть у нас 16 часов проходит между последним и первым приемом пищи. Такой способ принятия еды называется интервальное голодание. Восемь часов вы едите, а 16 часов вы ничего не едите. За 16 часов организм должен, по идее, омолаживаться, очищаться и налаживать свою работу. Но, как видите, пока результатов я еще не получила. Но я очень на это надеюсь, потому что чувствую я себя легче. Из-за того, что я перестала есть овощи, фрукты и принимаю спумизан, когда я их ем, у меня наладилось пищеварение. Я это сразу почувствовала по себе. Мне стало легче. У меня не вздувает живот. После еды у меня не наступает ощущение тяжести в животе. Но, конечно же, в этом есть и проблема. Вот некоторые люди в комментариях мне пишут. Я живу так постоянно. Я ем каши, мясо, рыбу, но я не ем совершенно овощей и фруктов. Это еще одно большое заблуждение, большая ошибка, которая приведет неизбежно к плохим результатам. Почему? Потому что в овощах и фруктах содержится очень много полезного, без чего человек жить не может. Поэтому надо находить способы, методы, как ввести овощи и фрукты в свой рацион. То ли добавлять эспумизан. Действие эспумизана основано на чем? На то, что пузырьки воздуха, которые образуются при брожении в кишечнике, от окиси кремния, которые входят в состав эспумизана, они лопаются, превращаются в воду и выводятся естественным путем. Ничего вредного в этом нет. Но, конечно же, принимать лекарства постоянно – это вредно. Не стоит этим заниматься. Но какой вывод я сделала из этой ситуации? Значит, усиленное газообразование – это следствие. Причина газообразования, причина неправильного переваривания и усвоения пищи находится именно в плохой работе поджелудочной железы. И прежде всего нужно эту работу поджелудочной железы улучшать. Как улучшать? Бежать сразу к врачу, пить ферменты? Нет. Надо прежде всего перестроить свое питание. Конечно, в тяжелых случаях необходимо пить ферменты, но это должен быть короткий срок. Нельзя принимать ферменты постоянно, потому что пожелудочная железа разленится и не станет их вообще вырабатывать. Кроме того, еще одна ошибка – вообще не потреблять сахара. Врач, который лечил мне позвоночек, когда я ему пожаловала, что у меня повышенный сахар, он мне сказал, «Наташа, ты знаешь, повышенный сахар – это твоя энергия. Это ты утром встаешь, и тебе хочется что-то делать. Если ты вообще откажешься от сахара, этой энергии у тебя не будет». И действительно, я заметила за последний месяц, что я не такая энергичная, как всегда, когда я употребляла все-таки какое-то количество сахара. У многих моих постоянных подписчиков у них возникает вопрос о том, что вот Наташа, мы же видели, вы халву идите, конфеты там, и печенье, и вареники и так далее, и торты печете. Я все это делала, но я же этого всего не ела. Ну, я попробую кусочек торта, и все. Ну, я съем пару вареников, и все. Но это же не каждый день, и даже не раз в месяц. Поэтому, если я снимаю видео, и вам показываю, что я там что-то ем, то это не значит, что я его употребляю постоянно. Уже три года я пеку хлеб сама на цельнозерновой муке, и я не покупаю никаких белых батонов, никаких белых булок. А если это и случается, то это раз в году. Так что таких вот существенных результатов за месяц я не получила, но я не отчаиваюсь. Я знаю, что есть люди, которые уже получают результаты от своего лечения, от того, что они проводят всякие мероприятия по улучшению своего здоровья. Если у вас есть такие результаты, пожалуйста, поделитесь ими с нами. Мы с удовольствием почитаем, послушаем и сделаем для себя выводы. Ну, а теперь, ребятушки, всем пока. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok